Всем привет! Это программа Дополнительное время. Неделя подошла к концу. За эти 7 дней случилось огромное количество побед и поражений. И чтобы имена спортсменов и название команд не забылись, давайте вместе вспоминать самые яркие спортивные события. На старт, внимание, марш! Подходит к концу футбольный праздник под названием Чемпионат мира. В ближайшие выходные мы узнаем команду чемпиона. В Сарове же продолжается юбилейный 70-й городской турнир по футболу. И вот результаты последних игр. Вымпел выиграл у команды Динамо ВД 3-2, а СК Терем проиграл Буревестнику 0-2. И, кстати, команда Буревестник на данный момент возглавляет турнирную таблицу. За ними на втором месте расположилась команда «Авангард» и замыкает тройку лидеров СК Терем. На грибном канале в Нижнем Новгороде состоялось первенство России по ловле на поплавочную удочку. Кандидат в мастера спорта Артем Вшишков завоевал серебро в личном зачете и первое место в составе команды Нижегородской области. Мы с молодым человеком, естественно, встретились и расспросили его про участие и поведу. Артем Вшивков участвует в соревнованиях по рыбной ловле не первый год. Серебро, которое он взял на первенстве России – заслуга долгой и упорной работы. Рыбалкой я начал заниматься с пяти лет. Мы с папой раньше ходили также на нашу речку, ездили на разные озера. Он, можно сказать, мой первый тренер по рыбалке. По словам Артема, самое сложное в рыбалке не то, что надо долго сидеть на одном месте, а то, что все принадлежности для этого спорта дорогие. Но даже несмотря на это он не бросает своего увлечения, а продолжает развиваться и получать новые эмоции. Рыбалка для Артема – это не только возможность поехать на соревнования и, пусть даже мельком, посмотреть другой город. Вообще рыбалка – это отдых. Конечно, не на соревнованиях, но вот так вот куда-то выбраться, даже с семьей отдохнуть – это очень классно. Артем вместе с товарищами ездил в Нижний Новгород на четыре дня. Сначала предстояла жеребьевка. Участникам выпал шанс самим выбрать сектор, на котором они будут рыбачить. Заветный листок тянул по традиции капитан команды. Затем прошли тренировки, после чего само первенство. Девушки тоже участвуют в соревнованиях. Девушек, конечно, не очень много, но есть девушки, которые даже занимают первые места, на Россию ездят, на кубки, на чемпионаты. Как и любой другой спорт, рыбалка развивает в человеке определенные качества. В первую очередь, как считает Артем, это доброта. Доброта к животным, к людям. Всю рыбу, которую поймали ребята на соревновании, они потом выпустили обратно в грибной канал. Дария Турсунова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. На прошедшей неделе на лед впервые после двух месяцев отдыха вышли игроки ХК Саров. Что их ждало на первой раскатке и какие перспективы они видят в новом сезоне ВХЛ, мы узнали у Игоря Аверкина и самих игроков. Все подробности в нашем следующем сюжете. Владислав Грибов в ХК Саров играет на позиции нападающего. Для молодого человека это особая честь. Он выпускник местной хоккейной школы. Свой спортивный отпуск он постарался провести с максимальной пользой. Много бегал, занимался в тренажерном зале. Если удавалось найти крытый каток, обязательно вставал на коньки. Первая командная тренировка для него очень важна. Хочется сначала набрать форму и потом уже доказывать свою состоятельность в команде на позиционном турнире в августе. Прошлый сезон для команды Игоря Аверкина прошел на достойном уровне. Самые тяжелые матчи, по мнению Владислава Грибова, были с командами из Санкт-Петербурга. Нынешний сезон тоже будет сложно назвать простым. Из состава команды ушли пять ценных игроков. Новичкам придется не только оттачивать свое мастерство, но и сыгрываться на льду. Задачу попасть в плов мы должны 100% выполнять, но и пройти в плов тоже мы хочем. По мнению главного тренера команды Игоря Аверкина, 90% игроков к предсезонному периоду готовы. А первая тренировка – это как пробы пера. Посмотреть, что помнят игроки, дать возможность ребятам раскататься на льду и попробовать новые тактики. Ну, пока мы вспоминаем навыки катания. Хоть кто-то и катался, кто-то не катался в отпуске. Но подвести всех под единый знаменатель. Мы постараемся так, чтобы ребята и достаточно комфортно себя чувствовали на тренировке. Но и нагрузка будет постепенно повышаться. Первые игры в новом сезоне игроки ХК «Саров» проведут на выезде. Товарищеский матч пройдет в городе Сасово против команды из Рязани. Потом Кубок Дизеля в Пензе и Кубок Лады в Тольятти. И как признались хоккеисты, сезон будет сложным. Поэтому поддержка болельщиков в этом году им особенно важна. На прошлой неделе я уже рассказывал об успехах пловцов из Дюшикар. На открытом первенстве в Пензе ребята показали очень хорошие результаты. Мы не стали упускать возможность с ними встретиться и расспросить о переживаниях и радостях от победы. Даниил Судин в тренировке участие не принимает. Простудился и теперь активно лечится. Не до спорта. На недавних соревнованиях в Пензе молодой человек среди сотен пловцов смог подняться на вторую ступень пьедестала почета. Заплыв для него получился сложный. Плыл с ребятами, которые старше него на два года. Но все же смог коснуться Бортика первым. Правда, финиш получился драматичным. Как я, например, проплыл 50 метров, я пришел к тренеру, он мне сказал, что ты первый, пожал мне руку. Но где-то через 30 минут мне сказали, что я второй. Мы досмотрели одного человека, и мне стало немножко обидно. Серебряная медаль такого уровня у Даниила в копилке первая. И, как признался мальчик, эта награда – сильный мотиватор. Она подстегивает тренироваться больше, эффективнее готовиться к заплывам и брать реванш. Его коллега по секции, Гордей Барзанов, с ним солидарен и считает залог высоких результатов в спорте, усердия и внимания к словам тренера. Его бронзовая медаль это подтверждает. Я думал только о заплыве, старался проплыть максимально быстро и ни о чем не думал, кроме как уже доплыть. Самым сложным для мальчика оказалось справиться с волнением. Как признался он сам, во время заплыва, вместо того, чтобы тянуться и экономить силы, начал чистить с грибками и упустил сотые доли секунды, которые повлияли на конечный результат. Но Гордей не отчаивается. У него есть повод для гордости. Когда я взял третье место, я очень обрадовался. Это такие большие областные соревнования. Там было практически больше тысячи человек, которые плавали. Я очень рада, что из такого количества я стал третьим. Заветная спортивная мечта ребят, конечно же, участие в Олимпиаде в составе национальной сборной. Но до ее исполнения еще много лет и много соревнований, которые придется выиграть. Мальчишки не унывают. У них все еще впереди. Продолжаем освещать самые яркие и необычные моменты Чемпионата мира по футболу. Рубрикой у нас заведует Павел Шпилько. Он расскажет об игре с Хорватии, о полуфиналах и финальной схватке. Поехали! Уже в этот уикенд подходит к концу 21-й Чемпионат мира по футболу. И как же приятно, что сборная России покидает его так поздно. За прошедшую неделю прошло сразу два раунда плей-офф. Полуфинал и четвертьфинал. Каждый из шести матчей был напряженным, но, к сожалению, не каждый зрелищным. В одной четвертой финала наиболее интересными матчами стали вечерние встречи между Бельгией и Бразилией, и Россией, и Хорватией. Да, для нашей сборной матч с Хорватами стал последним на чемпионате мира, но до чего же он был крут. В нем было буквально все. И супергол в девятку от Дениса Черышева, и гений Луки Модрича, и спасение на последних минутах от Марио Фернандеса, и отвратительный пенальти Федора Смолова. По итогу матча я могу сказать только одно слово. Спасибо. Спасибо всем 23-м игрокам нашей сборной, всему тренерскому штабу и особенно Станиславу Саламовичу Черчесову. Фактически пятое место на домашнем ЧМ – это просто космос. Ровно за день до матча с Хорватами прошел еще один крайне зрелищный матч в плей-офф. Сборная Бельгии уверенно прииграла сборную Бразилии, забив им два мяча. Точнее один. Второй опять же свои ворота забили бразильцев. Увы, но команда Ромерто Мартинеса до финала не добралась. Более дисциплинированные французы победили в полуфинале со счетом 1-0. Второй финалист определялся в матче между Хорватами и Англичанами. И британцам, и балканцам на этом чемпионате мира крайне повезло с сеткой. Англичане и вовсе попали в группу с Тунисом и Панамой, а в плей-офф обыграли Колумбию и Швецию. Этот матч получился куда более драматичным, чем Франция и Бельгия. Несмотря на ранний гол Кевина Трипье, Англия не смогла удержать преимущество и во втором матче отдала инициативу и пропустила ответный мяч. Впереди был овертайм. Ну а в дополнительное время родоначальники футбола и вовсе провалились в обороне и упустили свой шанс второй раз в истории выйти в финал чемпионатов мира. Франция и Хорватия – таковы последние претенденты на звание чемпионов. Франция дважды участвовала в финалах чемпионата мира. Первый раз в 98-м году у себя на родине и второй раз в 2006-м году. В домашнем мундиале они выиграли. А вот хорваты на чемпионатах мира в финале не играли никогда, даже будучи в составе Югославии. До этого Франция и Хорватия два раза играли на крупных турнирах – на чемпионате мира и чемпионате Европы соответственно. Причем на мировом первенстве они столкнулись аж в полуфинале. Тот матч запомнился прежде всего дублем Лиама Тюрама в ворота хорватов. Французы пропустили в дебюте первого тайма, однако защитник тут же отыгрался, а на 70-й минуте принес своей команде победу. Те два гола стали единственными в международной карьере для Тюрама. Но это было 20 лет назад, а что будет сейчас мы узнаем совсем скоро. Завтра в 17.00 Англия и Бельгия разыграют бронзовые награды, а в воскресенье 15 июля в 18.00 мы узнаем имя нового чемпиона мира. На этом все. Актуальные спортивные новости нашего города смотрите в программе «Дополнительное время». Всем побед! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!